Наверное, вы уже знали о том, как приветствовать друг друга в Китае. Давайте повторим с вами. Я называю Анна Викторовна, вы называете Иван? Я называю Иван. Я называю Иван, Юлия, Ярослава, Ярослава, Мария, Вторая Мария, И. Что вы уже знаете о Китае? Ничего. Вообще ничего не знаете о Китае? Ну, у него флаг красный. У него он очень далеко. Хорошо, остальные. Какие познания есть? Хауда, ну сейчас мы узнаем много нового Китая. Мы посмотрим видео, и после просморта скажите, как на китайском будет Китай. Китайский цивилизация Китайская Эллада, Китай Родина Шелка, его мастера делают китайские цивилизации. Китайские цивилизации, который делает лучший в мире фарфор. Китайцы построили восьмое чудо света – великую китайскую стену. Китай Чунгуа. Родина многих открытий и изобретений. Великая китайская стена. Город Дунхуан. Ветерохотовая армия. Кунг-фу. Пекин. Сегодня Китай Чунгуа открыт миру и развивается в ногу со временем. Поднебесная Чунгуа стала хозяйкой Олимпиады 2008 в Пекине и Всемирной выставки Экспо в Шанхае. Здесь можно послушать европейскую оперу и посмотреть пекинскую. Чунгуа. Узнайте его. Полюбите его. Национальные черты китайцев. Чунгуа Жень. Костеприимство и Ратуши. Так как быть на китайском Китае? Кто запомнил? Чунгуа. 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 Давайте повторим. Чунгуа. 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 Что вы нового узнали? Там какая-то выставка, экспоцентр был какой-то интересный. А столица Китая? Пекин. Пекин. Хорошо. Сейчас я вам расскажу несколько интересных фактов о Китае, которые вы, может быть, не знали до этого. Ни Хао Чунгуа. Ежегодно в Китае используют до 45 миллиардов палочек для еды. Обычно их изготавливают из дерева, металла, слоновой кости и даже пластика. Эти приборы в китайском называются кхайдзе. Желтый цвет в Китае символизировал благородное происхождение и избранность. Поэтому парадная одежда императора и также императорский дворец был именно желтого цвета. Раньше другим запрещалось носить желтый цвет. И какого животного мифического вы видите? Дракон. Дракон, да. Китайцы почитают очень драконов. Ещё каких животных почитают китайцы? Не знаю, журавлей, наверное. Да, ещё каких нам подарил Китай? Московский зоопарк. Каких животных? А, панда. Панда. Конечно же, панда. Знали ли вы, что панды очень игривые, добрые и умные? Их приём пищи длится 12 часов, и за это время они съедают. Вот 30 килограммов бамбука. Это заповедник панд в городе Чэнду. Посмотрите, все возможные сувениры, которые изготавливают китайцы из милых панд. Также мифическое животное дракон. Почему китайцы любят дракон? Как вы думаете, с чем он ассоциируется у вас, дракон? Не знаю. Власть. Волшебством. Что ещё, Ярослава? Волшебством, с огнём, с какой-то силой. Там, по-моему, явно бесконечно. Да. Молодцы, молодцы. Хорошая суверация. Китайцы называют себя детьми дракона или потомками дракона. Китайский дракон в некотором роде является знаком этнической идентичности китайцев. И поэтому китайцы очень любят это мифическое животное. Даже элемент в современном классе, как в современном дизайне, даже используют дракона. Посмотрите. В одежде императора. И денежная единица Китая, кто знает? Вон. Юань. Денежная единица Китая, юань. Юань. Посмотрите на денежную единицу. 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Какие города знаете крупные в Китае? Слышали, может быть? Ну, Пекин. Пекин, да. Столица ещё? Гонконг. Гонконг. Посмотрите, Китай единственная страна в мире, в которой находятся 4 мегаполюса с населением свыше 10 миллионов человек. Это Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэнчжэнь. Вы бы хотели там побывать, в этих крупных городах? Или, может, кто-то уже был? Я бы хотел, а ещё не был, хотел бы. Но только летом я вам не советую ехать в крупные города. Города, такие как Шанхай, Шанхай, Шэнчжэнь, там очень жарко летом. Перейдём мы к самому языку. Что вы знаете о китайском языке? Какие особенности? Там иероглифы, а не буквы. Ну и произношение тоже очень специфичное. Посмотрите, пожалуйста, числа и догадайтесь, что бы это могло значить в Китае или в китайском языке. Один и три миллиарда людей что могут делать? Говорить по-китайски. Жить в Китае. Говорить на китайском. Дальше пять тысяч. Что бы могло означать? Пять тысяч лет. Национальность полезная. Пять тысяч лет. У кого есть идеи? Что, Ярослава? Китайская цивилизация и пять тысяч лет. Нет. Немного с языком связано. Китайский языку? Пять тысяч лет. Более, более, более. Семь. Ну, семь разных языков на речи. Какие-нибудь там, не знаю. Да-да-да. Семь основных диалектных групп в Китае. Основных диалектных групп. Семь. 1958 год. Я вам подскажу. В Китае ввели пенинг. Констриция. Что могло бы означать восемьдесят тысяч? Ох. Восемьдесят тысяч? Нет. Не знаем. С иероглифика связано. Более. А, восемь. Тысяча иероглифов? Да, верно, все. И три тысячи. Три тысячи. Даже не представляю. Ну, наоборот, три тысячи используются в основном. А. Баби Хорти, да? Три тысячи. А семь тысяч – это уже более ученые. Могут использовать семь тысяч. Четыре. Вы, наверное, догадываетесь. Четыре в китайском языке? А, там это… Эту цифру нельзя использовать, по-моему, да? Она там как смерть звучит, что такое было, по-моему, да? Да. А еще четыре тона. Четыре тона в китайском языке. Почему цифру четыре нельзя использовать? Она как смерть звучит. Там одно и то же слово. Да, с – четыре, только разными тонами. И с – означает смерть. И поэтому китайцы стараются не употреблять цифру четыре. Три сто восемьдесят пять касаемо китайского языка слогов. Три сто восемьдесят пять слогов. И двадцать четыре. Двадцать четыре касается иероглифики. Двадцать четыре вида черт. Двадцать четыре вида черт употребляются в современных иероглифах. Двадцать четыре вида черт. Китайский язык, как вы уже знаете, обладает рядом удивительных особенностей. Есть система транскрипции пенинь. Она будет нам помогать изучать иероглифы и вообще упростит изучение языка, изучение иероглифики. Есть финали, как гласные русские, и инициали, согласные. Давайте посмотрим, я скажу немного, чем отличается. А китайское более, более звонче и притяженнее, чем русское. Давайте попробуем сказать. Язык, корень языка, мы убираем назад, округляем. Посмотрите, следующая буква читается, обратите внимание. Язык, отодвинут назад, корень языка, мы отодвигаем назад. И как будто нас в живот ударили, ударили в живот, и мы говорим, открытым ротом. Как будто в живот нас ударили, и мы язык отодвинули. Язык отодвинули, корень языка. Как можно дальше. Хэньха, молодцы. И рассмотрим несколько гласных, чем они отличаются от русского. Когда мы говорим русский б и д, у нас немного такой звон в ушах. При китайском звуке такого нет. Б, давайте скажем б. Что касается звука д и тх, мы должны поставить язык на альвеолы. За передними зубами нащупайте такие ребристые штучки, называются альвеолы. И поставьте кончик языка на альвеолы. И отпускайте. И там же тх с придыханием. Ярослав, попробуйте сказать тх. Тх, тх. Хэньхао. И буква м более протяженная, такая звонкая, чем русская. М, 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 м. М, м. Сейчас мы говорим м соединим с а. Что получается, какой слог? М соединим с а. Ма. Ма. Получится слог ма. Он не знает какой. Ма. Хаудэй. Вот у нас в китайском четыре тона. Давайте подержим. Можете взять ручку или просто руку. И произнесем первым тоном ровненько. Ма. 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 Возможно, для наглядности я включу другую картинку. Ма. Четыре тона китайского языка и Макдональдс. Первый тон ровный и высокий. Ма. На ровной линии говорим, поем. Ма. 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 Второй тон восходящий. В гору взбираемся на букву Ма. Ма. Удивленно. Это Ма. 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 У всех получается. Ма. 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 Хауда. Третий. Вниз и вверх. Ма. А. Нижнюю часть именно. Ма. Ма. Молодец. У кого-то получилось хорошо. Ма. 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 Теперь прочитаем со мной слоги. Ба. 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 Помогаем себе. Держим. Ба. 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 А. Ба. Ма. Между П и Б. Да, звук? Па. Па. Ма. 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 где букву доставим на альвеолы за передними звами таки штучки и дать такой звук а наталья прочитает нам ба наталья а я читать ба давайте сначала первый тон ровненький ба 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 по одной линии теперь удивительного ба 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 и четвертый давайте еще прочитайте со мной да сами ма 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 и кидаем вниз ма 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 юля та у нас читается да юлия это с удивлением да вы вверх вот так это да 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 и та еще читайте а ярославу мы попросим прочитать все первым тоном отлично ивана второй тон вверх вверх ба значит второй тон весь сверху есть да да весь столбик голубой мая ма 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 ри я третий тон он получается по речи вниз по-базма до вас хорошо получилось давайте перейдем к иероглифики что вы знаете китайских иероглифов их много или сегодня уже узнали сколько их 80 но нам нужно примерно сколько выучить для обихода 3000 3000 даже посмотрите пожалуйста на эти иероглифы и подумайте что они могут означать глаз первое первое да возможно вы подумали что это глаз на глаз пишется двумя горизонтальными а это на что может быть похоже на солнце солнце иероглиф солнце вот как сейчас он будет солнце следующий сайга низко наверное книжка подумайте на что еще похоже вот этот тени да это вот вся строчка эволюция иероглифа эволюция вся строчка это один иероглиф раньше как когда писали я вам покажу рисовали рисунки пиктограммы рыба вот это вторая строчка нет не рыба кто как еще думает мария юлия вы как думаете третий на ухо похоже нет вот это вся строчка эволюция одного иероглифа который сейчас выглядит вот так вот а на ноту какой-нибудь там музыкальное что-то это луна 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 е а следующий следующий графина параболь вот так красный красный огонь должны догадаться ящерица нет вот так река вода да река вода шо и вода и следующее это животные у нас животные какой-то или баран да баран баран уже начали догадываться баран и следующий иероглиф вот как сейчас выглядит его написание какое животное лошадь 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 верно да китайская эроглифика это на самом деле один из древнейших видов письменности изобретение использования китайских эроглифов не только способствовал развитию китая китайской цивилизации но конечно же оказала глубокое влияние на развитие мировой культуры более 6000 лет назад была создана целая система графических знаков простые иероглифы обладающим значением называются графема это эти простые иероглифы называются графема графема делится только на черты посмотрите пожалуйста первые иероглифами иероглифы были надписями на черепашек панцирах и костях крупных животных видите рисуночки пиктограммы их называют который обладает каким-то значением рисовали гадательные надписи на панцирах живот до позже уже иероглифы отливались на бронзовых изделиях колоколах и посуде для дарения и общения с духами предков а сейчас у нас используется стиль хайши это стандартное письмо это тот стиль который сейчас используют китайцы последневной жизни он также используется в типографии в компьютерных шрифтах первый пиль которому учат маленьких детей и иностранцев и этому стилю уже более 1300 лет этому стилю и мы с вами рассмотрим черты то есть минимально значимая черта в иероглифе черта называется первая черта горизонтальная посмотрите как она пишется и нарисуйте за мной в воздухе слева направо слева направо слева направо вот так прям рисуют короткую длинную слева направо и слева направо вертикально соответственно ничего смотрите как пишется с верхом внес cuzla откидная вправо так известный следующее черта откидное вправо к сверху и вправо откидное вправо откидное вправо и откидная влево, откидная влево. Хорошо, откидная влево, нарисовали, запомнили? Как вы думаете, что означает этот иероглиф простой? Откидная вправо, откидная влево? Ноги. Ноги, если ему подрисовать, то кто будет, если ему подрисовать? Это жэнь, человек. Жэнь, человек. Видите, как просто? Жэнь, человек. Жэнь, человек. Еще есть человек, левое написание, такая графемка. Посмотрите, мы с вами даже изучим несколько слов по-китайски. Давайте скажем. Мама. 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 Лошадь. Ма-а. Ма-а. Паба. 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 Как вы можете уже заметить и сказать, почему важны тоны? Здесь первый тон, здесь третий тон. Почему важны тоны? Ну, разные слова обозначают. Разные значения разных слов. Слов. Посмотрите, если ма первым тоном, это будет мама. Если ма вторым, растение. Ма третьим, лошадь. И ма четвертым, ругать. Ма четвертым тоном. Ругать. Давайте скажем. Я здесь запишу. Мама ругает лошадь. Как мы скажем ма? Мама. Ма-а. Ма-а. Хэй, нихао. Ярослава скажет, мама ругает лошадь. Целое предложение. Мама. Ма-а. Ма-а. Еще раз повторите. Ма-а-ма. Ма-а. Ма-а. Хэй, нихао. Юлия повторит на мама ругает лошадь. 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 используют не просто «привет», а «ты хороший» или как обращение «нихао». А есть роглиф, обозначающий, когда рождалась девочка? Нет, это именно когда мальчик рождался, хао обозначает «хороший». А когда рождалась девочка? А когда рождалась девочка? Ну, это тоже счастье всё-таки, просто мальчик, он помогал. Давайте вспомним, как будет Китай на китайском. Кто запомнил? Джунгуа. Джунгуа, лошадь? Маа. Мама. 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 И папа? Баба. Папа. Папа. Также мы с вами позже пройдём уже число. Посмотрите, как китайцы изображают числа. И как рисуются иероглифами? Ар. Сань. Один, два, три. Видите, как легко? Одна горизонтальная, две горизонтальных и три. И. Ар. Сань. Давайте до трёх посчитаем. И. 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 Ар. Сань. Ар. Сань. И. Ар. Сань. Ар. И. Посмотрите, и просто одна горизонтальная. И. Ар. Две. Ар. 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 Сань. Три. Сань. Сань. Что вы запомнили сегодня, нового для себя узнали на уроке? Лошадь. Лошадь. Узнал, как будет лошадь. Число. Число. Лошадь как будет? Лошадь это маа. Мама ругает лошадь. Помните, как мама ругает лошадь? Да. Мама. Маа. 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 Ругать. Ма. Ма. Мама. Ма. Маа. 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 Кто ещё что запомнил? И. 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 Черты. Начертания. Черты. Какие? Четыре, да? Горизонтально. Левая, правая, горизонтальная. Ну, налево, направо. Откидная. Откидная влево, откидная вправо. Что получится, если откидная влево, откидная вправо? Человек. Человек. А если горизонтальная и вертикальная, получится цифра 10. Ши 10. И мы с вами прощаемся. по-китайски до свидания будет зайдем 24 тонн зайдем давайте по тринцам и спасибо за уроком сесят зайдем спасибо